вот он друзья микросвета те кто любит долго поспать и никогда этого не видел любуйтесь а на волге он особенно красив даже комментировать не буду когда-то утром просыпаешься ветра нет такая река велика перед тобой течет и рассвет вот друзья у нас вот такой склад ракушек стратегически который мы каждый день не каждый день раз три дня пополняем примерно за три дня уходит ведро на саминую рыбалку дело такое нам надо нам надо торопиться потому сейчас ветер опять раздует хрен поклокаешь ног дай щеку а эту алюминиевую банку взял к щеке предложил почему-то еще вот и берешь ракушку с тупого конца до его так вот мышцы не отрезаешь вот так раскрываешь ее пальцами и начинаешь что-то кончиком ножа просто чищать подрезая оставшиеся мышцы на которых она держится сквокером хочешь стать вот а потом еще италия надо уже да я учился все в интернете меня очень получил стараюсь исключительно ютюб то есть и ни с кем не есть вообще ни с кем я смотрел ролики смотрел куда делают другие люди но нет вчера не сделала прописает за ночь на свежачок тоже говорят тухлые жареные ничего подобного я уже пробовал вообще не реагирует поднимается подходит даже и уходит итак друзья мы сейчас сашкой выходим на точку с которой начинаем нашу нашу ловлю и сегодня я вам покажу урок ловли на кво что нужно делать какая должна быть снасть как делать как насаживается наживкой и так далее ну давайте по порядку продолжаем полка метр семьдесят длиннее длиннее не надо но можно 2 10 2 40 меньше будут удобно лодки шнур я использую максимально толстый который можно купить на 50 60 килограмм у меня в данном случае так грузила зависит от того какое какое течение здесь течение сильное поэтому я использую грузил 150 грамм вот такой вертлюг но кстати для мультипликаторный которая вторая у меня мультипликаторная грузила вертлюжок то место где вы привязываете должно быть закрыто потому что если он чувствует металл то эффективность поклевок сразу снижается я ловлю на ракушку и насаживаю вот таким вот полностью набиваю каждый крючок чем больше соплей которых остается во время вытаскивания ракушки тем лучше потому что эти сопельки сом очень любит кроме того получается как такой кальмарчик а сом как вы знаете да он не будет делать все лишние телодвижения ради маленькой какой-то нажитки ему нужен объем потому что такая просто так он там за тремя граммами еды просто так он за тремя граммами еды не полезет очень плотно металла вообще ни одного грамма в этом залог вашего успеха я вот эту ошибку совершал в первые годы своей ловли у меня были голые крючки не могу вам сказать что количество и как на количество поклевок было существенно меньше и те которые были тоже скорее наверное случайность достаточно плотно сейчас мы зафиксируем последней ракушечкой у нас не сползала на какую все время так вот смотрю какая глубина под нами сейчас 8 метров где-то опускаю примерно на 70 процентов от этой глубины и стараюсь так вести а вторую снасть ставлю где-то примерно на там два два с половиной метра иногда самые накопки поднимаются вверх и сверху да ну вот друзья наши снасти в воде остается теперь только хоккать уже одна поклевка была прямо резко только опустил три раза в окну и сразу поклевка как подсекать подсекать очень вот он у тебя на конец раз два три сначала ему отдаешь а потом подсекаешь да потом риск подсекаешь полтора часовой сколько больше всего ловил сама слушай но три наверно 34 максимум у нас в прошлом году был самый успешный год когда мы там по паре самов брали и по паре самов отпускали маленьких а так может одна поклёвка быть за день может ни одной может 2 то есть вот рыбалка на сама это рыбалка одной поклёвки здесь надо уметь ждать потому что вот целый день бывает кокаешь-квокаешь у тебя не клюет не клюет подъемов нифига нет на и холоде ничего не видно а потом бамс ни с того ни с сего блин у тебя клюну это вот так кстати был с нами когда мы слегка ловили друзья нас в муток затянуло представляете вот нас прямо лодочка здесь нырять не стоит под нами 20 метров вот 18-19 15 метров от берега можете себе представить что изображает этот звук самка хочет самца и пупает в общем это самцы чавкают друзья местные жители не просто на берегу знают где сомик водится под нами 13 метров то что на холоте она он видны даже сумики которые всплывают садок готов . . . . . . 2 килограмма Дальше вот пятерочка Троечка Давай, давай Я здесь Снимать Спасибо Какой ты хороший сон Ты даже нам ракушечку сохранил За это тебе Большое человеческое спасибо Не знаю Будем Наконец-то я увидел Поклевку в Самару Ты ее увидел? Да Какой трудный Заметь Ящик придоми Тихо Ну что Улыбнись Ну Саша Что ты нового впитал? Да Я очень хочу такого же И даже похвастаться дома Что мы думаем Ха-ха-ха-ха-ха-ха Пополе Всё Вот так купаем Вот так тут купаем Вот это поинтереснее, с вами, это поинтереснее, хотя мы что-нибудь Пусть помучается Легче вытаскивать Это такое уже прям поинтереснее Вот у этого были вот эти поклевки Да, ты видел, да? Да, в отличие от тех Ну что, чувак Тебя уже мы не вылечим У тебя некуда там цепляться Слышь, сегодня веселый день О, видал? Зацепился за это Вообще странно, да? Да Короче, он не хотел Попадаться Да Стал жертвой строения осторожности Тихо-тихо-тихо-тихо Не буянить Не буянить Я сегодня один в лодке О, я наш самый уже, видите? Прыгивать Начнем выгрузку Вот такую мотню Я приготовил Своим друзьям Самам Устанавливать Меняя глубину В зависимости от той Которая мне нужна Но пока сейчас тоже мало Один Два Два Три Четыре Пять Шесть Пока шесть Потом добавим Переглавы Все удачно расположить Чтобы не были видны все поклевки Вчера у меня здесь Вот взяла первая рыба Посмотрим, как будет сегодня Сегодня погода пасмурно Обещали дождик При этом 37 градусов Представляете? По моему мнению Погода Для кого-то самое то Посмотрим, что думают По этому поводу сам Вы видели, какой монстр вылез? Олокниское чудовище Но почему-то мою наживку убрать не стало А вот и первый тромок Не могу забыть то место, где у меня сом сожрал наживку Поэтому решил вернуться Так, друзья, я вернулся на точку Ну и пока буду погружаться Расскажу вам одну вещь Вот все в интернете говорят Что в лодке надо разговаривать тихо Потому что самы они такие пугливые О, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Не хватит Самы такие пугливые и так далее Вот у меня самое клевое место Напротив вот этой вот насосной станции Где стоит такой жуткий шум Вы себе даже не представляете И вот он, блин, тугливый сомов Да и холохи сомов полно Ну, не клеить Какой-то малыш Какой-то малыш Какой-то малыш Как же так Плохо я его засек Да, ребята, после трех сходов Я решил, что я камеру не буду включать До тех пор, пока не вытащу Вот он, наконец-то он у меня тут лежит В люльке Довольный и счастливый Сегодня какой-то кошмар У меня уже было три схода У меня уже было три схода Косомов, которые болтались на руке У меня сошел Тебя аккуратно Возьму 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 Поэтому У меня с собой Было Немножечко Нечищенных ракушек Я сейчас Буду Эти ракушки Чистить Насаживать И Вернусь Пройду еще Разочек Через это место Больно Оно мне Оказалось С перспективой Тут Приходится Кминогостаночник Квокоть Чистить Быть оператором Короче три в одном Да, предчувствовал я что сегодня может быть дефицит наживки так она и получилась я ловлю на два крючка которые стоят один под другим один чуть выше один чуть ниже то место где этот крючок привязываем к лесу безузловым методам это место я закрываю термоусадкой термоусадочной трубочкой чтобы после насаживания ракушки у меня вообще ничего не торчало металлического потому что я уже обратил внимание, друзья, что когда есть открытые части металла то сон менее охотно берет наживку это действительно так, я не знаю с чем это связано вот я на двух крючках проводил эксперимент в первые дни одна у меня была сделана хорошо, одна не очень там где металла открытого не было, там клевало как только я на следующий день переделал, все поменялось ровно, то наоборот я, ребята, ловлю двумя снастями одну снасть ставлю примерно в метре в двух метрах от дна вторую снасть ставлю в пол воды в пол воды с меньшей наживкой в основном это мелочь всякая клюет так, сейчас подо мной 9 метров скоро эти 9 превратятся в 12 и тогда я одну доночку немножко скину первый квок, когда на точку приходишь он всегда самый интересный потому что клюнуть может сразу, как мне вчера у меня было я даже не успел сообразить о, уже подъемочки пошли сражусь моментально то есть моментально этот борется этот борется как следует ну извините, что я вам о, хороший хороший хороший, ребята это десятка по-любому ну это десятка по-любому сейчас я его замочу конечно, как он сидит вот она рыба моей мечты ребята, вот она вот она рыба вот она рыба вот она рыбка, смотрите как он еле-еле вообще взялся он прям вообще можно сказать не прокололся фу, ай так, ладно, буду его перемещать в надежное место хранилища да, похоже это еще один серьезный соперник да, похоже это еще один серьезный соперник да, вот десяточка не торопается ах ты вот у меня катает, а вот он вот он вот он вот он вот он тоже сел за краешек губы что-то мне сегодня везет фу фу ах ах и еще одна десяточка ах еду поднять его у него фу 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 вот ну, видя вот он еле-еле держится вон за краешек вот просто вот рукой бери вот так вот и натаскивай как я его поймал ума не приложу фу 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 адреналин аж зашкаливает вот даже не знаю что делать теперь с ним тоже их сейчас выложу из-под сальчика накрой сейчас их двоих тряпками и так стоять вот ребят какой педали мне кажется еще побольше чем первый ну вообще что мои трофеи тут лежат не знаю не вывалятся тут у меня надеюсь что нет да сегодня рыбалка была очень удачная сидит все ребят знаете что самое важное в самой рыбалке я вам скажу веру в себя потому что когда ты так целый день квокаешь квок 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 а у тебя ни одной поклевки уже хочется все бросить и поехать в залив ловить карасиков которые вот такие карасиков хороших которые клюют там гарантированно но нет не надо это дело бросать квок идти дальше у вас обязательно все получится у меня тоже все не с первого раза получилось я бы даже сказал не с первого года ну как ну как так она не она не 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 Продолжение следует...